давайте вспомним предыдущие рамочки это вариант номер один вот такую рамку я делала предыдущем мастер-классе сейчас вот я вам показываю вариант новый как показать то чтобы было видно чем он отличается я приготовила картинку кольцо на котором сейчас будем делать витки очень эластичные должны быть трубочки начало будет примерно таким же как было в первом варианте подкладываем вспомогательные трубочки кусочки трубочек 2 виточка я буду делать и вот смотрите что мы делали в первом варианте мы за стойку делали оборот и укладывали трубочку вперед сейчас мы будем делать вот так перед предыдущей стойкой оборачиваем вокруг и выводим хвостик трубочки вперед получается вот такой виток на предыдущей стойки в этот раз я решила отогнуть вспомогательную трубочку потому что очень трудно ее вытаскивать в последующем ну и еще раз перед предыдущей стойкой оборот вокруг и укладываем вперед наискось предыдущий хвост откусываем и Продолжение следует... 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 И также обвиваем вокруг стойки... И заправляем... вот под предыдущие два виточка их видно вот таким образом подтягиваем ну и дальше нужно будет просто все расправить поставить на место все виточки а хвостик просто откусим и заправим здесь на камере хорошо видно что рамочка не очень ровная поэтому я предлагаю вам после того как вы ее сделали одеть на что-то круглое для сформирования я это не заметила сразу поскольку снимаешь когда на камеру не все видно так не критично конечно но все-таки здесь видно что у меня остается совершенно небольшой такой участок который нужно будет закрыть плетением вот в эту сторону мы набирали петли и в эту же сторону будем плести я сплету веревочку из четырех трубочек вы делаете то что вам нравится что хочется соответствии с размером того поля которое нужно будет оплести получилось еще однозначно кое-что Вот, что у меня в итоге получилось. Здесь хочу показать, что я, как, вернее, я поступила с теми хвостиками, которые у меня остались от плетения веревочки из четырех трубочек. Я их все подняла наверх. Точнее, здесь наизнанку. Откусила не очень коротко. Все они прижмутся картинкой. Совершенно не обязательно здесь делать что-то чисто, потому что все это закроется. И сейчас поднимем вертикально стойки. Сплетем один вертикальный ряд на толщину картона. И потом будем опускать стойки в горизонтальное положение, как мы делали это в предыдущих случаях. в этом случае я делала немножечко по-другому. Обратную сторону закрывала край через две стойки за одну и под плетение. В предыдущем случае мы делали перед одной за одну. По-моему, тоже ничего получается. Симпатично даже. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну и последнюю смотрим перед двумя и вниз. Вот работу мы завершили. Все чистенько, аккуратно. Такая вот рамка вышла. Ну и по традиции рассмотрим, что у нас получилось, как она отличается от первого варианта. Буду ждать ваши комментарии. Надеюсь, вам тоже понравилось. Конечно, можно делать не только рамки. Я вот сделала еще крышку. Крышка от шкатулки. Такой вот вариант. В центре это розетка пенопластовая для потолка. Здесь три витка. По-моему, три витка даже интереснее смотрится. Здесь было два, если вы помните. Здесь было четыре витка в первом варианте. На экспериментальном образце у меня было тоже три витка. И изнаночная сторона тоже смотрится довольно интересно. Обратите на это внимание. Можно работу потом перевернуть. Сделать, например, такую рамку. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok